Небольшой актовый зал Водкинской районной администрации всех желающих сегодня не вместил. На открытие 17-го республиканского фестиваля прессы в Саудмуртия попали самые шустрые и мобильные представители журналистской братьи. На форум их приехало почти две сотни со всех районов республики. Хозяева фестиваля горды. Нынешним летом Водкинск уже в третий раз становится столицей крупных событий. В мае юбилей Чайковского, в июле сельские игры и вот сейчас фестиваль прессы. Нам, конечно, очень приятно, что такое значимое мероприятие для журналистов проходит именно в Водкинском районе. Потому что мы придаем очень большое значение именно средствам массовой информации. Газете, радио, потому что информированность населения это очень важно. Трехдневная программа фестиваля будет насыщенной. Журналистов ожидают мастер-классы, семинары по газетному дизайну, обмен личным опытом на жарких дискуссиях. Участники форума встретятся и с руководством республики. Для нас это важен просто диалог. Всегда диалог, возможность задать вопросы. Поэтому всегда власть откликается. И глава республики всегда с уважением к интересу массовой информации относится. И планирует тоже принять участие в фестивале. Опять для того, чтобы пообщаться. Не в традиционной формальной обстановке, в виде пресс-конференции, брифингов. Просто встреча, что называется, без пиджака. Не забудут журналисты и о своих проблемах. Сразу несколько площадок фестиваля будут посвящены тому, как работать печатным и электронным СМИ в непростых экономических условиях. Порой освещая чью-то деятельность, мы забываем про журналистов. И не видим, у них какие есть проблемы, какие есть проблемы в отрасли. Имена победителей и призеров республиканского фестиваля прессы будут названы в субботу. Дмитрий Вороновлин, Максим Кузнецов, телеканал Майя Утмуртия.